всем привет сегодня 3 июля сегодня воскресенье и сегодня мы будем говорить о книге эта книга непростая она необычная эту книгу я взяла почитать у своей подруги моя подруга наташа дала мне ее почитать она ее читала вместе с сыном они читали книгу вместе наташа и ее сын книга называется дневник кота сапиенса почему я решила говорить сегодня об этой книге есть несколько причин во первых эта книга о коте вы знаете что я люблю кошек котов и кошек канал называется калинка кат не случайно и эта книга о коте барсики главного героя зовут барсик главный герой книги это кот барсик это первая причина во первых эта книга о коте во вторых эта книга с юмором она написана с юмором очень красивый язык например даже здесь вы видите наверху написано перевод с кошачьего тамары крюковой конечно это автор книги тамара крюкова перевод с кошачьего это шутка красивая шутка язык в книге не очень простой мне кажется книга подойдет студентам уровня b1 плюс даже если вы не все поймете что-то будет понятно ситуация очень интересные и смешные а третья причина в третьих это очень интересная книга что делает герой этой книги код кот сидит в интернете кот смотрит ролики в ютубе у кота есть ник в интернете кот ученый когда нет никого дома он сидит в интернете кот думает о важных вещах например он говорит о вегетарианстве он рассуждает о сыроедстве конечно кот говорит о собаках и считает что кошки лучше собак когда о нем забывают он объявляет голодовку книга называется дневник кота сапиенса уже целый год кот ведет дневник пишет о чем он думает в книге очень много интересных ситуаций необычных ситуаций есть привычные нам ситуации обычные ситуации когда кот например играет с елочными украшениями мы тоже когда наряжаем елку всегда очень делаем это осторожно и аккуратно чтобы кот и кошка не разбили елочные украшения елочные шары эта книга детская она написана что она подойдет детям от 12 лет по моему для читателей старше 12 лет написано в этой книге эта книга детская но я читала эту книгу с большим удовольствием эта книга будет интересна и взрослым и детям почему потому что здесь очень богатый красивый язык очень много игры слов например кот рассуждает о деньгах кот думает о слове банка и глава на эту тему строится на игре слов банка и банк банк где мы храним деньги обычно где у нас деньги и банка банка где обычно хранится еда например банка с помидорами консервная банка или даже банка тунца такого в книге очень много я думаю что детям не всегда будет все понятно есть какие-то интересные реалии которые возможно сейчас детям даже не очень будут понятно и как раз взрослым они будут интересны я считаю что эта книга и для детей и для взрослых ход спрашивает любит ли ваша кошка музыку еще очень интересная ситуация например когда кот говорит что он ведет дневник он пишет я веду дневник уже год и добавляет что он пишет в стол это тоже интересная реалии советского времени когда была цензура и писатели не могли публиковать все свои произведения все свои книги некоторые книги не публиковали они оставались у писателя в столе писать в стол это значит то книгу не увидят читатели что у книги не будет читателей потом публиковали книги но есть такое выражение писать в стол осталось писать стоит а кот пишет свой дневник уже год и понимает что у него нет читателей и говорит что он пишет в стол еще есть очень интересные мысли у кота например кот ревнует когда ребенку в семье дарят игрушку ребенок радуется игрушки и не играет с котом кот начинает соревноваться с игрушкой а потом его наказывают выставляют за дверь и кот говорит куда делись вечные ценности любовь преданность верность кот думает о вечных ценностях когда кот говорит о собаках он вспоминает о личной гигиене и говорит собак надо мыть а кошки сами моются кошек не надо мыть собаки ничего не знают о личной гигиене так говорит кот коты моются постоянно еще на 1 апреля кот придумывает разные шутки для хозяина например он прячет телефон хозяина он садится на айфон и сын в семье не может найти телефон еще одна смешная ситуация в этой книге когда кот едет с хозяевами на дачу все вместе кот и хозяева едут на дачу кот начинает гоняться за белкой кот гоняется за белкой и залезает на дерево а потом не может оттуда слезть в общем мне кажется что эта книга будет интересно и взрослым и детям и так я вам рекомендую почитать эту книгу мне кажется она вам понравится пока